Клубника Кама Клубника Кама относится к довольно популярным сортам ягодных растений, пользующихся повышенным спросом у рядовых садоводов и дачников. Присущие ей вкусовые качества обеспечивают повышенный спрос на эту ягоду на отечественных продуктовых рынках. Такие ее характеристики, как неприхотливость и устойчивость к перепадам температур, гарантируют этому сорту лидирующей позиции в рейтинге. Продаж семенного материала Историческая справка Местом происхождения сортовой клубники Кама является Прибалтийская республика Польша. Ее прародителями принято считать популярной среди специалистов культуры кавалеры зенго-зенгана. Считается, что именно от этих растений она переняла такие привлекательные свойства, как хорошая урожайность и замечательный вкус. Данный сорт первоначально воспринимался на европейском континенте как чисто коммерческий предназначающийся для разведения в промышленных масштабах. В настоящее время он широко применяется для вегетации на частных приусадебных хозяйствах и воспринимается любителями как один из самых простых в уходе. Описание и характеристики сорта Основные характеристики этого растения удобнее всего представить в виде следующих свойств кустики у клубники Кама с описанием сорта, который предполагается ознакомиться в этом разделе по своим размерам очень компактны. Листья у нее насыщенно-зеленого цвета и немного приспущены вниз, а ягоды – темно-красноватого оттенка. Этот вид клубники отличается от других сортов тем, что процесс созревания ее плодов может быть представлен в виде двух следующих один за другим этапов. При этом можно выделить начальную стадию, когда ягода приобретает темно-красный оттенок и уже может употребляться в пищу правда с ощущением легкого кисловатого привкуса. В том случае, если кому-то у подуши ярко выраженный сладкий вкус созревшие ягоды, можно дождаться, пока она станет совсем темно-бордовой на цвет. На этой стадии своего созревания клубничка приобретает специфический аромат земляники и характерный для нее сладковатый привкус. Обратите внимание, при необходимости длительного хранения в складских условиях или транспортировке ягоды следует собирать именно на начальном этапе созревания. В процессе перевозки или хранения, находясь в состоянии лёжки, ягодка самостоятельно дозрит до требуемой кондиции по степени сладости и естественного аромата. Сорванную с куста бордовую ягоду, вторая стадия созревания, необходимо употребить в течение короткого времени. В противном случае она очень быстро загнивает и пищу уже не годится. По срокам окончательного созревания клубничный сорт Кама относят к крайне спелой культуре, ягоду которой можно описать следующим образом. Она имеет средние размеры по своему весу, редко превышает 20-40 граммов. На первых стадиях плодоношения этот показатель может достигать 70 граммов. Плоды клубники надежно скрыты под довольно крупными листиками, которые к тому же защищают их от пернатых, всегда готовых полакомиться ароматным продуктом. Цветение этого сорта клубничной ягоды начинается сравнительно рано. Оно продолжается достаточно долго, после чего наступает еще более продолжительный период плодоношения, для чьейся порядка месяца и даже более. При грамотном уходе за весь сезон с одного кустика удается собирать до 1 килограмма сочных и сладких ягод. Клубника Кама Внешний вид сорта, рассматриваемая разновидность садовой клубники, хорошо адаптирована к выращиванию не только в парниках, но и на незащищенных грядках. Дополнительная информация. При разведении в сооружениях, защищенных пленкой или поликарбонатом, первый сбор ягод может состояться еще весенней порой. В ситуации, когда растение высаживается в ничем не защищенном грунте, первыми его плодами можно будет полакомиться не ранее, чем в июне месяце. Особенности вегетации Высадка размножается домашней землей никакому посредством усиков, которые отбираются с маточных кустов первого года развития. Объясняется это тем, что корневая система годовалых отростков значительно быстрее приживается на месте и обеспечивает получение неплохого урожая. Важно! При использовании для посадки семян через рассаду в процессе вегетации культурой теряются многие ее сортовые качества. Наиболее подходящей почвой для данного сорта считается суглинок с умеренно влажной нейтральностью. При наличии на участке слишком кислого грунта показатель кислотности удается снизить до 6 рн путем добавления в него гашаной извести. Процедуру известкования рекомендуется проводить примерно раз в 3-4 года, совмещая ее с рыхлением почвы. При выборе подходящего для высадки участка следует исходить из того, чтобы он располагался на солнечной стороне, поскольку затенение клубники негативно сказывается на ее руси и плодоношении. Обратите внимание, непосредственно перед переносом молодой поросли в грунт ее корешки примерно на 10 минут опускаются в слабый марганцевый раствор, а затем ополаскиваются в чистой воде. Отметим также, что сама высадка организуется по типовой схеме, согласно которой между рядками остается промежуток порядка 40-50 см, а между кустиками 60-80 см. В процессе посадки саженца помещаются в заранее подготовленные и достаточно просторные лунки и корень будущего растения должен свободно чувствовать себя в них. В этом случае рекомендуется обходиться без традиционной трамбовки, поскольку корневая система молодой поросли нуждается в притоке свежего воздуха. Для лучшего впитывания снега зимой верхний слой почвы перекапывается после посадки на глубину порядка 20-30 см. Уход, полив и подкормка. По мнению специалистов, оптимальный способ увлажнения клубники камы – капельный полив при проведении которого в сильную жару листья растения не выгорают и хорошо сохраняются. Дополнительная информация. Сплошной полив может привести к образованию застоев влаги, способных вызвать у молодых корней грибковые заболевания. Помимо этого, по завершении осенней высадки почву потребуется подкармливать комплексными удобрениями. Используемый обычно навоз в данном случае не подходит, так как он может спровоцировать развитие тех же грибков. Для получения хороших урожаев специалисты рекомендуют каждые 3-4 года обновлять используемый при посадке материал любой сорт через пару лет начинает терять свои первоначальные свойства. Удаление сорняков на клубники. Ежедневный уход за растением сводится также к систематическому удалению сорняков с последующим мульчированием почвы сухими листьями и торфом. Добавим к этому необходимость удаления с кустиков старых отмирающих листьев, которые только отбирают у растения питательные вещества. Необходимость во внесении дополнительных подкормок определяется с учетом показателей развития растения. При обнаружении каких-либо нарушений потребуется внести определенный элемент при сильном разрастании кустов, например, рекомендуется добавлять в почву калий. Для решения этой проблемы можно будет воспользоваться небольшим количеством селитра или древесной злой, вносимых из расчета пара столовых ложек на кустик. Вредители относительно вредителей следует сказать, что самый распространенный враг клубники Кама-Нематода основным признаком поражения, который является явно различимая деформация листов. Специальных способов борьбы с этим недугом не существует, так что все, что можно предпринять в данной ситуации, это удалять каждый пораженный лист с заболевшего куста вручную. Обратите внимание, делать это необходимо своевременно, иначе болезнь может перекинуться и на здоровые клубничные растения. Следует обратить внимание на угрозу поражения земляничным клещом и долгоносиком, предпочитающими лакомиться не ягодами, а листьями этой культуры. Достоинства и недостатки Клубника распространенного сорта Кама располагает следующими преимуществами Ранние сроки полного созревания ягод и длительное плодоношение Минимальное количество остростков усов Устойчивость к сильной жаре и зною Возможность сбора крупных плодов, гарантирующих высокие показатели по урожайности На заметку, ко всему перечисленному следует добавить подходящий для длительного хранения и транспортировки товарный вид ягод, а также возможность Изготовления на их основе сладких варенья и джемов Наличие целого ряда преимуществ не исключает и некоторых недостатков присущих данному виду, а именно ягоды у этого сорта располагаются слишком близко к земле В процессе развития культуры на кусте отрастает большое количество листьев, что усложняет процедуру сбора плодов Из-за раскидистости кустов растение занимает на грядке очень много полезного места Подверженность грибковым заболеваниям В заключительной части обзора отметим, что клубника Кама относится к сортам, наиболее привлекательным с точки зрения разведения ее В частных подсобных хозяйствах При соблюдении определенных условий выполнения ряда требований агротехники ее выращивание может быть поставлено на поток